шалом друзья миссианская студия уазис медиа мы рады опять встречи с вами хочу ободрить вас быть на связи писать нам иногда нам важны ваши фидбики и также ваши фидбики на материалы которые разбираются как я уже неоднократно говорил мы попытались предоставить как можно более широкий спектр мессианских учителей потому что верь очень сильно верим что господь в это время раскрывает суть израиля суть еврейских священных писаний и это важно для тех ищущих господа бога и откровение его иудеев а также важно для всех христиан которые через ешуа прилепились к обетованиям израиля и стали своими господу богу им важно понимать что подразумать подразумевает священное писание и в этот раз мы переходим к объемной теме она называется откровение святого иоанна богослова и вы знаете многие обычно боятся входить в откровение и многократно в том числе я неоднократно говорил на откровение нужно откровение но на самом то деле это одна из книг священных писаний которые мы до имеем повеление от господа бога изучать читать и стараться понять их но сама суть пророческая подобно откровению езекииля подобно исае подобные ремии она требует определенного отношения мы не можем просто так прыгнуть в книгу откровения и просто проглатывать все и воспринимать вещь один к одному и сейчас я хочу дать несколько моментов как мы будем исследовать во первых когда мы читаем любые пророчества важно к ним на этапе если эти пророчества еще не сбылись подходить без буквализма потому что мы не всегда понимаем что там подразумевается апостол петр однажды в своем высказывании сказал что пророчества говорящие грядущим тяжело истолковывать до момента пока они не исполняются и в естественно в книге откровения есть много таких вот видений визионерских пониманий которые можно по-разному смотреть и люди которые попадают в ловушку буквализма то есть хотят все оценить один к одному обычно потом много разочаровываются потому что начинают видеть вещи неправильно попадают просто в паранойю наша цель сберечь нас от паранойи и наоборот утвердить в вере очень важно когда мы читаем книгу откровений понимать что в ней стерты временные отрезки и на самом деле многие теологи по-разному думают одни говорят что эта книга о грядущем некоторые говорят что это вещи которые совершились я не буду утверждать ни того ни другого потому что на самом деле если пристально смотрю на какие-то вещи в откровении то мне иной раз кажется что эти вещи уже были а некоторые непонятно были не были может будет еще но мы знаем что пророчества часто имеют такую суть они повторяются многократно еще важно понимать что здесь записаны определенные события которые не обязательно происходят последовательно допустим мы помним там будем читать про печати снял печать или затрубил первый второй там третий ангел первая вторая третья четвертая печати так далее это не значит что эти вещи происходит последовательно просто бумага она может воспринимать наши вещи когда мы последовательно записываем но какие-то вещи накладывается одно на другую это созидает вот все эту интенсивную картину в книге откровения есть много символизма особенно числового двойка тройка семерка десятка двенадцать три с половиной года или 42 месяца каждый из этих вещей имеет еврейской традиции определенный символизм его значение неоднозначно и это важно понимать и это заставляет нас когда мы говорим о трех с половиной годах терпения не всегда это буквальных три с половиной года потому что есть такие выражения здесь ибо время близко и когда ты читаешь такие слова ибо время близко и раз кажется завтра что-то должен наступить но мы видим что уже прошло несколько тысячелетий а какие-то вещи даже еще близко не наступают важно понимать это я буду часто использовать слово возможно почему возможно как любая книга священных писаний и особенно пророческая книга священных писаний эта книга достойна более чем одного мнения и это будет очень глупо и самонадеянно если вообще кто-либо скажет вот так оно и по-другому никак невозможно потому что все мы истолковываем ли пытаемся понять что господь бог предлагает нам основная цель книги откровения как и всех остальных книг во-первых настроить нас на веру чтобы мы могли понимать что бог творец всего и контролирует все еще один момент который нам важно понимать здесь есть понимание роли ешуа что он центр что он альфа и омега про него здесь очень много говорится и мы читаем и поклонились ему и он достойно открыть печать то есть он ключевая фигура и в сегодняшнее время нам особенно важно наставлять и себя и друг друга на вере в нашего спасителя ешуа еще один момент который важно понимать не всегда пророческая книга когда читается она подает нам информацию которую мы можем переварить нашими мозгами но мы читали в писании что человек эта структура многосложная и иной раз когда мы читаем духовные вещи они пробуждают что-то в нашей сокровенной внутренности там что то в районе ныщемы нашей нашего дыхания дыхания божьего который обитает нас чтобы наш внутренний человек был лучше настроен на духовную волну как написано в послании ефесянам восстань спящий и воскрес не из мертвых то есть воскресе из мертвых обратись господу богу а спящий это пробудить что-то там внутри то что не воспринимает глаз божий или божий сигнал короче говоря мы будем читать книгу откровения и мы будем стараться понять какие-то вещи насколько это возможно и пусть господь бог поможет нам и я начну и буду иногда еще останавливаться и вот делать вот подобные пояснения дополнения начинаю с первой главы откровение и еще миссии иисус христос по-русски написано синайдальный перевод мы сразу знаем и уже говорим что его имя настоящие ешуа и это очень распространенное время которое имя которое было используемое время во времена второго храма и про это про такие имена мы читаем в разных источниках исторических но у нее у этого имени есть особенное значение она переводится с иврита как господь спасающий иисус христос ешуа хамашиах хамашиах миссия сразу поясню в истории израиля было много миссий и машиах с иврита обозначает помазанник если сегодняшним языком говорить в наверное назначенец или человек уполномочен на какую-то миссию только уполномочен не другими человеками а самим творцом и мы и сей он был машиах тоже машиах помазанник божий чтобы его назначение было вывести народ израиля из египта дать сэфер тура дать откровение глобализма божьего и важности призвания еврейского народа у царя давида который тоже назван в писаниях маше хам была другая функция его функция была вести войны израиля и заложить пророческое миссианское поколение которое потом выявилось том что пришел в мир другой ешуа его потомок из колена давидова мы видим в писаниях когда же языческий царь кир назван машиахом скажи помазаннику машиаху или миссии моему киру написано в исае и это обозначает что на кире было особенное помазание чтобы восстановить храм в иерусалиме но когда мы используем имя ешуа то здесь идет пристали и дополнение ха машиах то есть тот который уполномочен быть миссии над всеми миссиями машиах над всеми машиахами и очень интересно в послании к евреям нам написано что в последние дни раньше бог говорил по-разному через различные обстоятельства но в последние дни избирает говорит через своего хама шеха особенный сосуд ешуа и вот здесь мы видим что-то подобное и мы читаем откровение ешуа машиаха которое дал ему бог чтобы показать рабам своим чему надлежит быть вскоре и он показал послав он через ангела своему рабу и ану который свидетельствовал слово божие свидетельство ешуа машиаха и что он виден блажен читающий слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем ибо время близко вот третий стих здесь как раз и говорит важно читать не просто сказать а я в этом ничего вообще не понимаю ты может быть и не понимаешь но что-то назидает твою внутреннюю часть твоего сознания раскрывая тебя делать а более зря чем в этом мире но на самом-то деле мы увидим очень много принципов которые поднимаются в откровении иоанна йоханана и эти принципы они актуальны в нашей сегодняшней жизни мы увидим это и вот еще один момент который блажен читающий ибо время близко близко как понять слово близко есть я уже говорил дилемма некоторые говорят что датировка написание откровение иоанна это не 90 год как было принято до сих пор говорить в различных богословских заведениях но намного раньше и некоторые склоняются что это откровение было дано иоанну до разрушения храма потому что о факте разрушения храма здесь ничего не написано а наоборот говорится ибо место святое будет пусто есть мнение я не могу сказать что я поддерживаю то или другое мнение вам рассказываю что такие мнения существуют что это была пророческая картина от времен вознесения ешуа на небеса до разрушения второго иерусалимского храма есть другие люди которые говорят это тоже должно случиться в дальнем близком будущем вопрос открыт очень сложно вы сами решайте какая вам подача больше подходит главное без экстремизма без каких-то радикальных решений я читаю 4 продолжаю 4 5 6 стих иоанн семи церквам ну во-первых слово церковь в сегодняшнем языке это звучит как здание или что такое но суть церковь в новозаветнем языке это группа людей которые в данном случае из азии не из израиля которые через ешуа приняли веру в бога израиля и на основании того что сказано в послании ефесянам присоединились к обетованиям израиля то есть вере в бога к священным писаниям к обетованиям о будущем благословением к правилам к стандартам жизни многое чего такого и иоанн семи общинам находящимся в асии здесь я вам хочу сказать интересную вещь и подумайте об этом тоже некоторые говорят вот это для всех послание разумеется принципы для всех актуальные но здесь есть четкое указание он пишет общинам находившимся в асии и там было 7 центровых общин по всей видимости иоанн был как бы уполномочен но в сегодняшнем языке бы его назвали ответственный за возможно статус епископ в более древний язык когда он являлся попечителем надзирателем за кашру там ну кашру там в каком плане не что они ели а что они духовно или в какую сторону направлялись и господь ешуа говорит иоанну чтобы он передал своим подопечным определенное послание и вот мы читаем дальше благодать вам и мир от того который есть и был и грядет и от семи духов находящимся пред престолом его от ешуа машеха который есть свидетель верный первенец из мертвых владыка царей земных ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками богу и отцу своему славы и держава во веки амин как я сказал послание обращено семьи общинам есть мнение что это не 7 общин а 7 временных периодов и потом они перечисляются вот был первый период это это символический церковь 2 3 можно и так рассматривать мое отношение к данному тексту это было конкретное послание тем семи общинам которые были на территории асии или сегодня бы правильно сказать греко-турции грек грек грецы и турецкой империи и это как раз географически соответствует всем тем городам важно понимать что это были не единственные общины мы знаем что была великая иерусалимская община это была серьезная община из которой исходило очень много постановлений которые рассылались как нечто делегирующие во все остальные страны была община в риме которая тоже была огромной и тоже была очень влиятельной за иерусалимскую отвечал брат еще и яков за римскую по преданиям отвечал петр иоанн отвечал вот за эти азиатские общины и читаем дальше послание исходит от ешуа и он и написано и он здесь на нем концентрируется писание что он есть владыка что он есть свидетель верный владыка царей земных то есть с первых слов откровения иоанн начинает показывать что за претерпение страданий и смерти ешуа удостоен самых великих почестей и позиций в духовно реальном мире духовно реальном почему я говорю такое выражение духовно потому что без сомнения все духовное там где все более черно-белое подчинилась господству ешуа потому что когда он воскресает из мертвых мир изменяется космос духовность изменяется и власть которую господь бог полагает на него она распространяется на все царства но в реальном мире мы видим что еще не все подчинено ему здесь написано свидетель верный владыка омывший нас искупивший нас и сделавший нас царями и священниками богу и отцу своему это очень интересно стих 6 если мы посмотрим книгу бытия в свое время господь бог разговаривая с авраамом сказал что твои потомки будут мне священниками и пророками потом моисею было то же самое сказано твой народ будет царственным священством правда во времена моисея происходит некое понижение статусов и только левиты становятся священниками народа из-за греха народа перед тельцом но мы видим здесь как бы показывается восстановительная роль ешуа который своих последователей опять вводит в ту позицию которая была изначально обещана аврааму которая была сказана в раму что твои потомки люди которые будут духовно физически исходить из твоих чресел или связаны с тобою верою они станут царями и священниками богу на самом деле вот в этих словах вдруг включен весь великий смысл грядущих событий но и прошлых событий или вы в моих лекциях и проповедях не однажды слышали противопоставления вавилон и антивавилон вавилон это все что символизирует зло или распутство или противостояние богу или конфуз потому что само слово вавилон обозначает слово конфуз а антивавилон это такое придуманное мною слово но я хочу его как бы сказать что это есть люди божии израиль как бы в центре всего этого след который должен поработить разрушить вавилон поглотив в него всех людей и исцелив их от скверны которая пришла на человечество в этот момент на 6 стихе я хочу остановиться и мы потом продолжим в следующем уроке и так мы услышали нужно достаточно взвешенно относиться к откровению не быть радикалами понимать что вещи здесь могут смешиваться и целью откровения и она выстроить укрепить нашу веру в ишуа амашеха я приглашаю вас быть с нами на связи и будем встречаться последовательно раз в неделю чтобы продолжать разбор книги откровения господь путь благословит вас из сиона желаю вам всего доброго леон мазин спасибо вам миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w . азис дефис медиа . тиви